За 40 дней до своей смерти на Голгофе Иисус Христос в сопровождении учеников Петра, Иакова и Иоанна отправился помолиться на гору Фавор. Во время молитвы на вершине горы ученики увидели, как учитель их преобразился и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. Также перед глазами удивленных учеников предстали и два великих ветхозаветных пророка – Илья и Моисей, которые говорили с Господом о его последних днях жизни, страданиях и смерти. Апостолы были поражены и наблюдали за происходящим. Вдруг на гору опустилось светлое облако, из которого ученики услышали голос «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Это был голос Бога Отца. Испугавшись, апостолы пали ниц. Тогда Иисус сказал им встать и не бояться. Когда ученики поднялись с земли, то не было рядом ни ветхозаветных пророков, ни облака. Стоял перед ними только учитель в привычном образе. Иисус запретил Петру Иоанну и Иакову раскрывать тайну преображения, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых. Так записаны события сегодняшнего дня в священных писаниях. Христос есть Бог и есть человек. И апостолы до этого времени видели только его человеческую сущность, но перед его крестными страданиями он захотел их уверить и в своем божестве. Поэтому он на этой горе являет им свою божественную славу, которая от них была сокрыта. И они становятся причастными этой славе, потому что здесь мы понимаем, что каждый из нас, восходя в гору добродетелей в течение нашей жизни, тоже призван к преображению, призван к изменению, призван к свету в душе. Преображение переводится с греческого как изменение формы, превращение в другой вид. Смысл преображения Господня в том, что так Иисус Христос показал, что в нем соединяются сразу два естества – человеческое и божественное. Полное название праздника – преображение Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как считает богослов Иоанн Златоуст, Господь преобразился для того, чтобы показать свое следующее предшествие на небесах во славе и будущее преображение человеческого естества. Явление Моисея и Ильи – один из них был уже мертв, а второй был взят живым на небо. По мнению Златоуста означало, что Христос властвует над смертью и жизнью. Христос, преображаясь именно в человеческой плоти, которую Он на Себя воспринял в Своем Рождестве, показывает, что и мы способны также преобразиться, но преобразиться в будущей вечной жизни, которой мы и стремимся. Яблочный Спас – так в народе прозвали праздник преображения Господня. Спас – это сокращение от слова «Спаситель» – еще одно имя Иисуса. По ветхозаветной традиции 19 августа верующие несут в храм плоды первого урожая, чтобы осветить их и поблагодарить Бога за дары. В праздник преображения освящаются плоды нового урожая. Это виноград в первую очередь, овощи, отчитаются особые молитвы для того, чтобы испросить Божие благословения на наш труд. Почему? Потому что начатки нашего труда, начатки нашего урожая мы приносим Богу в дар. И, конечно, сегодня эта традиция сохраняется, хотя немножко утрачивается смысл ее, потому что мы покупаем эти овощи и фрукты в магазине. Главное, между тем, не забывать о сути праздника – события преображения. Марина Ковисарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».